Всем доброе утро. Везла Кэтрин в школу и сейчас хочу заехать в этот кубинский La Corretta кафетерию, чтобы взять себе крепко кубинского кофе, чтобы проснуться и быть наполненной энергии от всей стыни. Вот, так что сейчас сворачиваем здесь, а потом я сразу же еду домой, мне нужно снимать, делать много-много видео сегодня, у меня есть всего на это три часа и сегодня, скажу вам честно, у меня настроение намного лучше, сегодня с утра прямо чувствую заряд такой позитивной энергии, мотивации, хочется творить, хочется делать, так что сейчас еще выпьем кофе ко всему к этому, будет супер-пупер положительный настрой сегодня, так что едем. Вчера был, конечно, денек вообще не из лучших, не только, знаете, что, у меня там просто настроение не испортило, еще что-то, потом плюс к этому еще там на работе всякие дебилы, о боже мой, люди такие все-таки, скажу вам, ну вы знаете, наверное, самая тяжелая работа, это работа с людьми. Как же я хочу и жду, и не дождусь, чтобы все мои онлайн-проекты начали работать до такой степени, чтобы я могла просто все время работать только онлайн и не связываться с людьми. Вы меня, я думаю, понимаете, кто работает в сфере, это любая сфера работа с людьми, вот, потому что это люди, это самые-самые такие, мы тоже, в принципе, людей, я тоже человек, но и вы меня поймете, о чем я имею в виду. Знаете, такое ощущение у меня складывается, что как будто бы люди, знаете, сидят дома, я не обобщаю всех, не объединяю некоторые люди, сидят дома, копят в себе вот эту негативную энергию, вот эту ненависть какой-то к жизни, ко всему происходящему, приходят и срывают все это на тебе и отдают тебе все это говно, которое в них копится, не знаю, какое там время. Ладно, не важно, главное, что у меня настроение все хорошее, заряд отличный, поехали, пошли пить кофе. Всем привет! 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 С прятого! Привет! Скажи привет! Аби! Привет-привет! Привет! Скажи привет! Привет! Аби! Аби! Поприветствуй все! Скажи привет все! И розочка пришла к нам! Все здесь в сборе у нас, да? Да? Да, маленькие какашечки? Абичка! Абичка! Время у нас сейчас около 6 вечера, мы заказали с Кэтрин Убер Итс, и сегодня у нас воскресенье, мы сегодня себе устроить решили пицца дэй. Можете говорить все что угодно опять, там я знаю, что польется всякая грязь и все такое, ну, все мы люди, и иногда мы себе можем позволить скушать пиццу, которую я уже не ела 100 лет. Заказали пиццу, и себе я взяла еще салаты за руголу, посмотрим, как это все выглядит, и заказала еще также себе нам митболлы, посмотрим. Вот, сейчас минут через 20 должно уже все прийти, я сегодня вечером не работаю. Совсем недавно буквально пришла домой, такое состояние классное вообще, так классно быть дома, просто быть дома и расслабиться. Вот, сейчас мы дождемся нашу пищу, вот, покажу вам потом все, и после мы хотим вывезти наших маленьких собачек наконец-то на прогулку. Я вам не рассказывала, мы с ними очень редко гуляем, они у нас такие трусишки маленькие, если честно, я тогда, вы помните, рассказывала вам, когда я их возила на стрижку, вышла только из двери, они уже все начинают пищать, реветь, бояться, вот, так что мы их приучать к улице, чтобы не так сильно они... Ну, они у нас домашние такие собачки, дома, дома все, вот, но сегодня мы хотим их вывезти и взять вас с собой на прогулку, вот. В 7 часов у меня сегодня опять намечается вебинар, который я должна была посмотреть в прошлый понедельник, и уснула, посмотрим, получится ли у меня это сделать сегодня. Вообще, хотела бы немножко разобрать, прибрать из дома, и завтра начинается новый челлендж, поэтому я поэтому не нужна. Сегодня уже к этому очень сильно готовиться. На самом деле я засыпаю, я не знаю, видно по мне, не видно, но у меня глаза закрываются просто реально. Еще вчера, знаете, вечером, когда работала, ну не вечером, а утром, под утро, когда мы уже все закрылись, чувство, у меня снова начинает болеть горло опять. Вот как у меня обычно это появляется, не знаю, опять возвращается. Я не знаю, что такое творится уже, какой раз за последние, не знаю, сколько месяцев у меня опять возвращается мое вот это, мое горло, ухо-горло, ухо-горло у нас, скажем так, вот. Не знаю, посмотрим. Вот, что еще? Ну ладно, ничего, не буду больше болтать, давайте ждем пиццу, и потом посмотрим, как она будет выглядеть. Вот она, наша пицца вышла. Сейчас нам покажу, что мы еще здесь заказали. Сама с собаками передо мной уже 5-5, но давайте у меня уже. Такая салава я себе взяла. Малат, просто орогула, немножко перца и вот этот, не знаю, сыр какой-то. За что я 9 долларов, или даже 12 зовут, я не знаю. Эти мусные шарики, с ним идет какой-то вот хоряк здесь. Они сами их готовят, это какая-то личная, как сказать, частная пиццерия, не большая компания. Такие вот вкусняшки, митболлы. И это, скорее всего, что рикотта чиз, которая сверху ложится. Вот, и такая тоненькая пицца обычная. Так, сейчас мы будем кушать, потом я хочу у тебя заправляться на пляж. Всем приятного аппетита. Здесь идет ремонт парковки, скажем так. Аксесс кредит. На улице до сих пор тепло, но у меня морозит очень сильно. Морозит почему? Потому что мало спала я сегодня. Прикольно, здесь в кабанах никого нет, можно посидеть бы и потом кто-то шашлык жарит. Супер, я хочу выйти к океану, просто немножко прогуляться. Какая красота здесь, сбрысти всяческие полиции. Ох, не болит океаном, зимой глаз. Аксесс кредит. 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 Продолжение следует... 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 Только на душе намного мне спокойнее, даже несмотря, что какие-то трудности, какие-то сложности в жизни, конечно же, но мне так намного лучше, чем быть несчастной, скажу вам честно. Ну, что касается личных отношений, я вам сказала, что я закрыла этот сайт, что я больше сюда не захожу, потому что у меня настолько много-много всяких разных своих дел, что я полностью ушла с головой и в работу, и в свои личные проекты, и во всё-во всё. То есть я больше не зациклилась на этом, как я зациклилась, допустим, месяц назад, да, что мне там уже срочно было на свидание с кем искать, не знаю, почему у меня в голове такая идея X, что ли, была, или как сказать это. Вот, сейчас такого нет, мне абсолютно без разницы, никого я не ищу, ни с кем я не пытаюсь там куда-то встретиться, сказать до свидания, сказать ещё что-то. То, что мне предназначено судьбой, появится в моей жизни, я думаю, само собой, и если специально искать, подгонять события или всё такое, то это всё будет, конечно же, через одно место и не будет так, как должно быть. Так что я даю, как сказать, отдаюсь в свою жизнь, в своей судьбе, пусть будет так, как должно быть, будем с вами вместе опять же наблюдать за этим, что должно произойти. Ну, у меня есть какое-то такое предчувствие, не знаю, может быть, мне хочется так чувствовать, а может быть, я опять гороскопов насмотрелась, что то, что предназначено мне судьбой, должно уже вот-вот появиться. То есть, ну, я до сих пор общаюсь, я вам рассказываю с СССР, ну, скажем так, пусть скажем так, другом, который живёт в штате Джорджия, который собирается сюда приехать в конце марта. Ну, у меня нет такого, что я там сижу прямо, жду, что когда он приедет, всё такое, ну, не знаю, у меня даже такое состояние, мне кажется, что это всё чушь, полный бред, что там кто-то ко мне сюда приедет, ещё что-то, не знаю, не верю я в это как-то, потому что у меня, наверное, такого ни разу не было, вот. Ну, посмотрим, как получится. Хотя он сказал, что у него, бывшей женой, как раз-таки он тоже, когда у них было такое общение на расстоянии, то есть мы тоже познакомились, начали общаться, она тоже в другом городе или в другом штате жила, и в конце концов они стали мужем, женой, у них двое детей. Так что, всё возможно, может быть, сейчас мы общаемся на расстоянии, в разных штатах, а может быть, через какое-то время окажется так, что мы будем жить ещё и вместе. Не знаю, отдаю всё в руки судьбе. Также продолжаю общаться со своим знакомым из Нью-Йорка, который полицейский. Ну, так, у меня с ним общение, привет, привет, пока-пока, какой-то он, знаешь, неразговорчивый, то есть ему интересно всё-таки, но он, не знаю, стеснительный или ещё что-то, не знаю. Ну, короче, так, просто в основном я общаюсь вот именно вот с этим из штата Джорджи. Ну, это тоже так, не так уж прям целыми днями, значит, на телефоне, потому что он тоже там лезь с ними работает и всё такое. Вот. И со своим знакомым, который в Форт-Майерсе живёт, который, что-нибудь, я вам говорила, как-то там, не доктор, а медсестра, который, ну, медсёстр, медсёстр. Вот. То есть мы с ним даже продолжаем общаться, тоже такое дружеское общение. Вот. То есть из всех из них нет ничего такого какого-то серьёзного ещё, что просто просто такое дружеское общение. Ничего особенного. И всё, с остальными я совсем не прекратила общаться, больше ни с кем не общаясь. Ну, у меня времени нету и интереса, и желания, если честно, нету. Вот. У меня намного больше сейчас интереса и желания – это конкретно встать на ноги и добиться всего того, чего я себе запланировала. Ну, как и так. Ладно, всё. Приклачаю свою болтовню. Я пошла забирать в магазин сначала, потом пойду заберу ландри и домой за работу. Потому что нужно строить свою мечту. Без действий ничего происходить не будет. И просто мечтать, если сидеть, ничего не произойдёт. Поэтому нужно действовать, нужно делать что-то, стремиться. И всё обязательно получится. Как говорится, hard work, base off. Вот так вот. Вот так вот. Вот такое видео за воскресенье, за выходные. 8 марта. Спрашивали, как ты отразовала, как не отразовала. Я здесь живу, здесь 8 марта. Мне, в принципе, кроме русского горячего никто не отмечает. А всё как в празднике, как вы знаете, я всё время работаю. Я работала, ну и всё, весь 8 марта. Ну и, конечно же, многие из вас мне прислали сообщения, прислали поздравления. Всем большое спасибо за это. Всем ответить не смогла, потому что очень слишком много сообщений было, скажу честно. И также поздравляю вас, мои любимые девочки и девушки, с прошедшим праздником. Простите, что с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Завтра новый день. Завтра у меня... Мне никуда не нужно. Ну, я имею в виду на работу и ещё что-то завтра. У меня весь день посвящается только моим делам. Единственное, что у меня завтра в 11 часов одна будет встреча. Вот. Завтра хочу приготовить салат. Оливье. Суп я на прошлой неделе такие приготовила. Может быть, у меня получится это сделать завтра. В общем, завтра по плану завести Кэтрин в школу. Поехать в супермаркет закупиться необходимым. Потом у меня встреча в 11 часов. Дальше у меня там будет буквально пару часиков перерывов. Скорее всего, что-то я заеду домой, завезу все покупки из супермаркета. Хотя я их сразу же с утра завезу. Потому что я в 8 часов заеду в Суперман. Вот. И заберу Кэтрин. Завтра я Кэтрин пообещала её свозить в греческий ресторанчик, в котором мы уже как-то были. И так понравилось, так понравилось. Так что мы поедем завтра с ней туда. Мясо она хочет поесть. Ребёнок мясо хочет поесть. Вот. Вечером будет работа. Я вам не рассказывала. В прошлый понедельник, помните, я вам говорила, что у меня намечалось свидание. То есть тот же парнишка какой-то. Мы с ним тоже так же переписывались, общались. И решили, что понедельник давай встретимся на свидание. И всё такое. Вот. И потом, значит, в выходные я ему не писала. Он тоже не писал. И в понедельник я сижу в своём вебинаре. Где-то время 6 часов. Мы на 7 часов договаривались. Он мне пишет сообщение. Ты знаешь, я немножко опоздаю. Где-то приеду к 7.30. Я такая, не поняла. Я говорю, прости, но я уже никуда не пойду. Потому что у меня сейчас в 7 часов будет вебинар. Очень важный вебинар. Я думала, что ты уже 100 раз передумала, никуда не собралась. Потому что ты не писала ничего никак. Но он говорит, я держу своё слово. То есть мы решили встретиться, так мы должны встретиться. Потому что я... Я говорю, а почему ты мне ничего не писала последние 2 дня? Я думала, ты не пишешь, наверное. Вот. И он говорит, ну ладно, если ты передумаешь, дай мне знать. Я за тобой заеду, мы когда-нибудь с ним поедем. Всё. Я ему больше не писала, и он мне больше не пишет. И вот так вот всё. Вот на этом мы и закончили общение. То есть больше я не писала ничего неинтересного. Ну, вот с которым мы с Джорджио. Мы с ним 2-3 раза в неделю созванивались. На прошлой неделе по видеосвязи мы с ним общались. Ну, и такое дружеское общение. Ну, и там, конечно же, комплименты всякие. И очень такие приятные. Посмотрю. Не знаю, почему-то у меня всё время какой-то страх, какая-то боязнь. Если там он в другие штаты тоже ездит, у меня там в каждом штате подруги, знакомые. Не знаю, у меня уже свои головные боли. Всё. Прощаюсь всем. Пока-пока. Ещё раз. Ещё раз. Спасибо. С прошедшим праздником. И до завтра. Экстренный выход в ВИФВР. А доктор-то всё... Я в своей истории, которую я выставляю, в Инстаграме, на Фейсбуке. Доктор-то всё смотрит. Интересно. Всё ему. Как же я здесь поживаю. Ладно. Теперь всё. Пока.